И всем доброго времени суток дорогие друзья, с вами Колян Тепловозыч и наконец-то, наконец-то новая серия по D-Rail Valley, где-то больше месяца наверное их не было, очень долго, потому что ребята, я пытался запихнуть туда свой локомотив с помощью мода от другого автора, который позволяет это делать, но к сожалению, мод не работает с новым билдом, со старым он тоже отказался работать, поэтому вот в итоге ничего не получилось, может быть получится к следующей серии, сейчас автор делает новую версию мода уже под новый билд, так что вот может быть в следующей серии все-таки получится мой сюрприз, который я еще с нового года держу, но вот сейчас уже не сюрприз больше, вот. И собственно сегодня мы будем заниматься маневрами на еще одной крупной станции карты, это у нас машинный завод, естественно маневры, пульт мы в прошлой серии купили, так что вот пульт теперь нам будет помогать выполнять маневры. И собственно маневров у нас довольно таки мало, всего три штучки, давай наверное сейчас возьмем сразу три штучки, купим конкурентные задания, сейчас я через автомат погашу задолженность, чтобы в депо локомотив не гонять. Вот. И давай купим лицензию конкурентные задания, она у меня еще не куплена, вот. Зато теперь потом, теперь навсегда уже вот про конкурентные задания уже забудем, они у нас теперь всегда есть. И давай возьмем сразу же все маневры здесь на станции, может быть если повезет, может быть потом новые сгенерируются, когда зайдут для следующей серии, вот. Пока у нас их всего три, они все достаточно маленькие, вот. Ну ладно. Так, давай посмотрим что тут у нас. Так, это у нас C4I, так, здесь у нас что, B1S, а это кошелек. А, да, вот это. Так. И это тоже на B1S, во, нормальненько, у нас сразу на B1S два состава. Давай посмотрим только, а загружать их где. C1L, так, а вот эти, тут еще одну надо будет платформу прицепить, и тоже C1L. Вот, попробуем сразу два состава загрузить, вот. Пошли тогда к нашему локомотивчику, и так, а где? Это B5O, это... Ага, B1S, тут у нас еще бочки стоят. А вон вагоны, понятно. Ну тогда нам надо будет сейчас объехаться с другой стороны и залезть. Ну ладно, ничего страшного, объедемся. Так. Ну и у нас также в прошлой серии появился вот такой шикарный классный магнитофон, отличный. Давай его разместим. Вот, я научился их размещать, ставить предметы. Давай его вот так вот разместим. Так, и где он тут у меня? Так. Во. И я парочку своих радиостанций добавил, поэтому, если что, можно будет их переключать еще. Мне темновато, что-то лучше я включу подсветочку. Так, ну и поехали. Так, значит, сейчас с той стороны обгонимся, объедемся. Так, что у нас, видимо, тормоза не успели. Хотя я вроде с прошлого раза оставлял на локомативном. А нас что-то подтормаживает в самой малости. Так. Отлично. Сейчас тот путь у нас стрелок маршрут. Сейчас с этого пути быстренько обгонимся. Давай пока вам еще немного выглянем. Вот. Машей серии, кстати, мне на самом деле поприлетало авторского права, конечно, за дефолтную радиостанцию, которая в Simulator Radio у нас здесь играет. И даже за одну композицию, мне видос заблокировали, пришлось ее удалять. Вот. Благо я заранее ее взалил, чтобы все это проверить. И на примере как бы она уже удалена была. Но вот, бывает, теперь вот с радио будем ездить, постоянно будет. Надо будет следить, чтобы не блокировалось. Иногда придется какие-то композиции вставлять. На самом деле, я еще это самое. Я еще спрашивал. Мне всем понравилась идея записать татуариал по установке своей музыки. Но вот так до сих пор у меня руки до этого и не доходили. Вот. Либо я в D-Rail Valley был занят вот этим модом, добавляющим локомотивы и вагоны. С вагонами он работает, с локомотивами вот нет. На новом билде не работает вообще. Поэтому вот не получилось. Либо я вообще играл во что-то другое. Тут очень много было в коробке, в промежутках времени было очень много релизов в DSV. Вот. Поэтому вот такие дела. Вот. Надо будет еще татуариал записать по музыке в D-Rail. Если это, конечно, актуально, надо будет посмотреть. Может быть, уже как бы нет смысла. Уже хороший татуриал от слова тату может уже записан. Так. Давай проверим вагоны. Так. Значит, у нас три гондолы. Три полувагона. Так. 272 вижу. 510 вижу. И 412 вижу. Так. Это наши. Так. И платформы. 249. И 178. Отлично. Так. Здесь расцеплены. Там нам, наверное, их не сцепить. Они, наверное, на большом расстоянии. Да. Здесь нам их не сцепить. Ну, хорошо. Сейчас подъедем. А то, я думал, может, сразу сцепим. Сразу все заберем. Так. Ну, вот так. Прямо в камине радио ставим, чтобы она играла на постоянную. Сейчас не пусть или поддормажет. Такое вот ощущение, что немножко локомотив у нас поддормажет. Я вот думаю, не из-за того ли это, что приемник у нас стоит и как бы долбится. Может быть, здесь особенности местной физики. Не знаю. Мало ли. Надо будет посмотреть, кстати, не будет ли он падать при маневрах, а то мало ли. Так. Давай-ка теперь возьмем наш... Блин. Так. Блин. Надо будет поставить. Вот у меня еще руки не дошли. Моды поставить. Надо будет тут поставить мод, чтобы двери не закрывались, когда я спрыгиваю с борта. Появился такой мод. Сделали совсем недавно. Вот. Надо будет воспользоваться им. Так. Чуть-чуть. Подъедемся. Подъехались. Так. Так. И давай посмотрим, где у нас еще одна платформа надо забрать. Б6С. А где у нас Б6С? Так. Б6С. Так. Надеюсь, это она. Так. 0.98. 0.98. Зашибись. Отлично. Так. Погнали. О, моя любимая песня. Хе-хе-хе. Что были это? Нет, это она. Это она самая. Давайте, ребят, подпиваемся вместе. Празднику обиды в глаз. Забери меня в свой плед. Эту лению колен. Забери меня в последний раз. Ветер плачет за окном Тихо болью Отзываются во мне Этой молодой луды Крики Нелегко тебя отдать Парцам, петров и птиц Даже если не понять Даже если не понять Так И давай-ка, наверное, пультом подъедемся Или, блин, нет, там музыка играет В кабине Ладно, давай пока с кабины подъедем В принципе, здесь вагоны невысокие В принципе, мне более-менее видно Здесь заката не хватает Не хватает ночного мода под это В маневре на закате И мне под эту песню зашинить Было бы ими Ветер плачет за окном Тихо болью Насцелается во мне Крым по водой луды Крики Воду на смерть Ну аж Нормальненько встали Трещины стен Так, я тут шланг, я открыл, открыл Так И все На С1Л Обоих Так Где у нас С1Л С1Л у нас, по-моему, вот Да, вот этот путь Так, сейчас заедем Дорожное радио Дорожное радио Дорожное радио В желтой, жаркой Африке В центральной ее части Как-то вроде не графика Случилось, а не счастье Слон сказал, не разобрав Видно быть потопу В общем, так поделся шираф Умел задавать дилопу Тот поднялся, калдеж не лай И только старый попугай Громко крикнул Из-за медвей Жарат большой Ему ведь нет Взять у антилогиму Зачем такого сына Все равно, что в лоб Немножко в лоб Все едино И жарат у всех венали Сразу два состава Может не получится В одной из серий Я помню Я там тоже брал Сразу Два задания По маневрам У меня тогда не получилось Загрузить У меня были смешанные куски От двух разных составов То есть оба состава были Неполными Вот И из-за этого Как-то он их не хотел загружать А вот может если два полных состава Подкатим То может быть он разрешил загрузить Оба Сказу Не меняйте на меня Я Уйду из стада Тот поднялся Колтеж Не лайтит Только старый Волтугай Громко крикнет Из ветвей Жираф большой Ему ведь нет Шелтой шаркой Африке Не видать Идилий Льют жираф Жирафикой Слезы Крокодилий Так Сюны Теперь хоть можно Не это самое Теперь хоть можно Не напрягаться Чтобы обязательно Что-то говорить На протяжении всей серии А музыку врубил Если нечего сказать Сиди музыку Слушаем Вот Правда Теперь эти видосы С отбирайчином Будут все Ну ладно Потом в каких-то видосах Можно будет просто Не с отбирайчином На него вставить Тут есть кассеты Можно на кассеты Свою музыку Устанавливать Вот Единственное На рандом Они не умеют Проигрывать Но в принципе Можно тоже попробовать Там поколдовать С лайлами Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, смотри-ка Получилось Сразу два состава загрузили Теперь давай смотреть Куда их развозить Так Эти на B2O А эти А эти на B2O Вот, слушай, как нормально В пределах одного парка Все и Ой А с B2O у нас проблемы Нам их некуда закатывать А, стоп C2S А! А все равно на B2O Нам некуда его закатывать На B2O тоже тут все занято А, ну в принципе Мы эти контейнеры Тоже подцепим И протолкаем их Нормально Подойдет Так И вот сейчас за стрелку Я заеду из камины А вот дальше Нам понадобится Который я Старый таракан Не догадался Ну, хотя ладно У него батарейка нормальная Так что Нормально Ну, я тысячу раз Запрывал провода Сначала там Из-за контейнеров Я уже не вижу Поэтому сейчас На контейнер залезем Ну, пока даже буду утром Салют Вера Ну, я внусь с тобой И буду один Дальше не бежать Ниже не подойди Прежде чем побед Поменят армира Салют Вера Салют Вера Кто в пути Верношное радио В день охлета День прелета Сами посчитаем Но предписан Нашим векам Скоростной Жиль Мы как птицы Мы как птицы Так И вот теперь Перелезаем туда Так Надо будет там Стрелку еще Наверное Перелезти Я наверное Там не перевел Так Культ Так То, кай Теперь маневры удобно проводить, потому что когда высокие вагоны не видно, и вот с длинным составом, например, прицепляться вообще только наугад, потому что хопа и не чувствуешь так. Еще и со стрелочками я поленюсь немножко, чтобы не оттормаживаться лишний раз. Тормоза тут мощные, кстати. Вон это самое. Я отпустил, они еще на 10 километров сбросили. В принципе, почти до полной остановки дошли бы, если бы я тяги не поддал. Или это от того, что мы гружены и нас немножко замедляет? Походу, да. Походу, это самое. При большом весе мы уже не так легко катимся. Так. Вот это я понимаю. Аккуратненько сцепились. Так. И давай их... Да, наверное, лучше с этой стороны протолкаем, чтобы отсюда лучше видно было. Не знаю, как тяжело идет. Но ему тормоза, надо было тормоза сразу локомотивные зажать и пневматические отпустить. Потому что поездной здесь... Не пневматический поездной, пардоните, оговорился. Поездной здесь очень долго отпускает. Он очень тут медленно. Вот так нормально будет. Влезли? О, смотри, четенько влезли. Да. Да, я на помощь. Она необходима для борьбы с коронавирусом. Вот. Понимаешь? А, ну и давай сдадимся сразу. Давай вот эти два груза сдадим. Так, где у меня? Где там? Так. Вот это готово. Так, где кашель? И вот это тоже у нас готово. Так, теперь давай смотреть, где у нас эти. На С4А. Так. С4А у нас. Так. А, знаки здесь с этой стороны. Так, С4А. О, вот эти походу только уже... Здесь только наши походу. Четыре контейнера и один автовоз. Да, вот это уже все чисто наше. Вот сейчас тогда как раз к ним с той стороны подрулим. Так, где мой? Так, где мой? Так. Какое место. Так. 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 Так, что у нас под бензином? А, я же оплачивал эти, да. Я бы такого не за чего разогревать. Время, иногда вот бывает подтормаживает, на холостых уже даже без вагонов как-то тянемся слабо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Машинки на вагонах, машинки! Ой! Хе-хе, смотри-ка! Упал магнитофон всё-таки! Аж выключился! Так, а чё он это самое? А, звук у него скрутился. Вот, значит, всё-таки можно угромить от сильного толчка, вот это самое. Теперь, теперь у нас есть индикатор профессионализма, если это самое. Индикатор плавности сцепки, я хотел сказать. Вот, если это самое. А если магнитофон упал, значит, хреново прицепились. Куда ты, дяденька, откатываешься? Я же тебя полностью затормозил, бля. Куда он откатывается-то? Я же его торможу, нет? А, в смысле, ты откатываешься заторможенным? Так. Я тебя человек, я тебя локомотивным прижал. А куда ты катишься-то? Да блин, чё за баги? Да? Отлично, что, сыночки? Что за фигня? Сейчас нормально. Только этот почему-то откатывается у меня на полностью прижатых тормозах. Давай ещё так тебя зажмём. И вот, вот, чё-то он это самое. Чё-то не хочет он поворачивать. Всё, наконец-то. Чё-то божок какой-то самой малости. Я говорю, ребят, я не ищу баги. Они сами меня всегда находят. Но зато хронометраж серии растянули. А то она сегодня совсем короткая получается у нас. Сыночки-публики по областному на Атлантике. Группы из Манчестера и Херс. Впереди на Европе плюс. Редакшн. Я не могу. Редакшн. Редакшн. Я думаю, мы сейчас уже нормально накатились. Накатились. Редакшн. 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 Смотрим, на С2С нам нужно отогнать платформы 470. Знаю-ка, реально куда-то вот укатываются. Что-то мне это... Или это просто сцепки сжимались от того, что я поездной отпустил, или... Вот, неизвестно. Так, 611-й. Так, а дальше АЭТИ на Б1С. Ага. Так. А С2С у нас тоже, смотри-ка, занят. Сильно занят-то? Ммм, прилично так занят. Влезут сюда 3 платформы. У меня почему-то подозрение, что не влезут. Или надо кабуз как-то отгонять. Так. Давай-ка, наверное, вот как поступим. Давай сейчас сначала эти 2 вагона отгоним на Б1С. Потом с другой стороны подъедем, подцепим кабуз. Его вытащим с этого пути, чтобы он места не занимал. Вот. И тогда уже оставшуюся платформу подцепим. Так, получается, на Б1С у нас автовоз. И платформа. 514-я. Тогда сейчас их здесь расцепим. А эти потом с другой стороны к ним подберемся. Перед этим сначала кабуз уберем. Нормально. Нормально. Главное, чтобы на Б1С у нас было свободно. Более-менее свободно. Да, на Б1С у нас нормально. На Б1С у нас свободно. Мы как раз откуда уж забирали 2 состава по 3 вагона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это же Б1С, это Б1С. Нормально. Сюда спокойно влезем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привольно вот эти перекладины на автовозе, которые как бы отделяют места, специально отведенные для колес машины. По ним можно это самое, они как рельсы выглядят, на них можно было бы ставить, например, дискоколейные какие-то вагончики, там, трехсотмиллиметровые колеи, например, или не знаю, какая здесь столь между ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туда вплотную к бочкам подгонять их не будем, наверное, или... Нет, лучше подогнать. А то я вот так потом это самое, а то у меня потом получаются вот такие вот ситуации, как с платформами, это самое, не влезает. Поэтому я понимаю, что я здесь один все равно по игре, но... Давай подгоним поплотнее, как это делают железнодорожники, уважающие других железнодорожников. Вот так нормально. Реально, локомотивы, это самое периодически, я смотрю, пропадает тормоз локомотивный. Почему-то иногда на локомотивном, зажатом, откатывался, начинает у нас. Так, сейчас заходим, с другой стороны подъедем. Сначала капуста, затраканим в другое место. Другой путь, более свободный. И потом платформу, в принципе. Другая путь. Другая путь. я не пытаюсь понять через закрытую дверь и есть разница громкости радиус пределами локомотива с открытой и закрытой дверь пытаюсь определить пока не пойду, пока не пойду локомотива с открытой дверь Да, смотрим, он как-то самое неустойчиво стоит. Жалко, нельзя какой-нибудь поставить под него держатель какой-нибудь, чтобы он на нем крепко стоял и никуда не сдвигался. А то вот сейчас на повороте он на бок немножко, я вот вижу, что он съезжает, неплотно он стоит. КОНЕЦ 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 Эта площадочка она, понятно, сделана для прохода, но она немножко мешает вот сцепляться и расцепляться. Самую малость Так, здесь расцеплены Из прошлого раза Здесь Так А ее вот на этот путь отгоним Тут, смотри, тут вон у нас На С4А и отгоним ее сейчас Да, смотри-ка, пультом-то Всего два раза за все маневры Попользовались Я-то думал, будут маневры с какими-нибудь Длинными составами И там много раз это самое Ездить и прицепляться А в итоге вон она пока получилась Зато в прошлой серии у нас Это же самое Пультом пользовались При маневре Может, в следующую серию Тоже, если маневры сгенерируются Какие-нибудь, может быть, в следующую серию Тоже будет генерируем Потому что здесь, на самом деле, станция Это большая Просто вот там у нас большая станция Еще есть, но, видимо, там грузовые вагоны У нас не исполнились Вторая позиция Молос Эмилион Массоу Слышите, у нас тву Астронавты в зооушен Выбирай лучших И слушай наш чарт В пятницу с 14 до 16 В субботу с 16 до 18 Выпусти его в эфире Слушай в подкасте Евро и топ-40 Подробности на европаплюс.ру Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну давай до того габаритов протолкаем Максимально Так, я могу сюда А, ну вот так Давай это самое на картонах В вагоне будем сидеть Вот так прикольно, мне нравится А, э Что-то сегодня прям баги ловим, ребят, в серии Не такие прям лютые, но ловим Ну, а так вот Дальше некуда, дальше у нас уже Более-менее вроде нормально Более-менее вроде нормально Все нормально Так, что у нас там по денежкам-то? Ну, да, считай, отбили задолженности, которые я решил гасить не заезжая в депо Ну, и плюс еще 6 штук Ну, ладно, в принципе, нормально Ну и что, друзья В общем-то, в принципе, на этом наша серия Заканчивается У нас такой хорошенький хронометраж Получился Между 40 минутами и часом Очень удачно Вот, такая вот получилась маневровая серия В следующей серии В следующей серии В следующей серии не знаю, что будет В следующей серии, может быть, будет новый локомотив Если вот Автор обещал, что в ближайшие пару недель будет готов новый мод Вот, и если он будет готов, то мы его затестим Вот, это такой большой жирный спойлер Я этот сюрприз держал 3 месяца с нового года Вот, но теперь вот уже все равно все Я там и фотку выкладывал, и на стриме рассказывал Поэтому вот такой вот большой жирный спойлер Может быть, вы увидите впервые Вообще, впервые за всю историю Дерейла Именно на моем канале Вы увидите впервые в его истории Новый локомотив, сделанный не разработчиками, а мододелами Вот На этом все С вами был Колян Тепловозыч Ждите следующих серий Обязательно поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось По пятницам у меня стримы по симуляторам и строительным игрушкам С вами был Колян Тепловозыч До встречи в эфире!